Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 60 моделей смартфонов Samsung запретили продавать в России. Соответствующее решение вынес арбитражный суд Москвы, удовлетворив иск швейцарской компании с Queen SA. Как выяснилось, она является правообладателем технологии, которая используется в продуктах корейского бренда. Речь идет о системе электронных платежей Samsung Pay, которая предполагает привязку банковской карты к смартфону и возможность использования смартфона для оплаты на кассе вместо банковской карты. Фактически аналогичную технологию используют и другие производители, например, Apple со своей системой Apple Pay. Однако швейцарский разработчик засудил именно Samsung. Решение в пользу ИСЦА вынесли еще летом, но сейчас появилось уточнение, какие именно смартфоны должны убрать с российских прилавков. В перечне более 60 моделей, которые оснащены функцией электронных платежей. В том числе и новейшие смартфоны корейского бренда. Однако в пресс-службе Samsung отметили, что решение суда в законную силу не вступило и уже находится на обжаловании. Компания же никаких изменений в операционной деятельности пока не планирует. В России представили первого отечественного робопса. Его разработали в НИИ механике МГУ. На проектирование и производство машины с нуля ушло два года. Первые, пока еще не уверенные, шаги робота уже попали в сеть. Как отмечают авторы проекта, им предстоит еще большая работа. Однако уже на данном этапе робопса можно использовать в качестве исследовательской платформы для вузов и научных учреждений. В мире не так много лабораторий, занимающихся шагающей робототехникой. Одним из пионеров этой области считается американская компания Boston Dynamics, которая представила своего первого робопса еще в 2005 году. Сегодня четвероногих роботов этого производителя используют для исследования труднодоступных мест, поисково-спасательных операций, разведки и других задач. Почта России начнет доставлять посылки с помощью автономных роверов Яндекса. Как передает РБК, первые 36 роботов-курьеров заступят на службу в Москве в ближайшее время. Они будут обслуживать 27 почтовых отделений столицы. Теперь вместо того, чтобы самостоятельно идти в почтовое отделение, получатели посылок смогут заказать роботоставку на дом через мобильное приложение. На старте услуга будет предоставляться практически бесплатно за символическую цену в 1 рубль. Воспользоваться сервисом возможно только если адресат находится не дальше, чем в 2-х километрах от почтового отделения. Это максимальный радиус доставки для роверов. Напомним, с 2020 года автономные курьеры Яндекса доставляют еду и заказы с маркетплейсов в некоторых районах Москвы и в Анаполисе. А вот для доставки почтовых отправлений их будут использовать впервые. Однако на этом роботизация Почты России не закончится. Со следующего года госкомпания планирует использовать беспилотные грузовики для отправки посылок между Москвой и Санкт-Петербургом. Для этого почтовый оператор закупит роботизированные грузовики «Вольво». Ранее на своем канале в Телеграм-пресс-служба Почты России сообщила, что беспилотные перевозки только между Москвой и Питером сэкономят компании более 60 миллионов рублей в год. А когда такие трассы появятся и между другими городами, ежегодная экономия будет исчисляться миллиардами рублей. Напомним, в рамках эксперимента Минтранса первую в России трассу для беспилотных грузовых автомобилей откроют между Москвой и Петербургом в 2022 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова